ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД Вот я еще раз повторю, 97-98%. Даже в некоторые месяца, когда хорошо проработали юристы по взысканию задолженности, она бывала и более 100%, то есть это взыскание предыдущих долгов. Поэтому это снижение, оно сразу заметно и оно существенно, потому что в денежном выражении там получается такая, ну так скажем, приличная сумма, вот эти вот 5% снижения. Но с начала мая стало очевидно, что у населения нет возможности у некоторых собственников оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Например, на 20 мая у нас собираемость составляла всего 50% от всей суммы, которую, например, должны заплатить за месяц. Такого не было у нас никогда, потому что до 20 мая основная масса населения все коммунальные платежи оплачивает, потому что, например, у льготников от этого зависит, получат ли они льготу на жилищно-коммунальные услуги. Поэтому вот это стало ощутимо, и до конца месяца мы не добрали даже собираемость до уровня апреля. Что будет дальше? Конечно, я думаю, что все наладится в связи с тем, что у нас сейчас начинается лето. Платежей за отопление не будет, и сумма самой квитанции, она существенно уменьшится. Может быть, некоторые еще рассчитывают на то, что вот за счет снижения платежей в летний период из-за отсутствия отопления, они закроют задолженности за май и частично за апрель месяц. А люди как-то с вами общаются? Они просят рассрочку, поясняют, может быть, что денег нет именно? Да, существенно увеличилось количество заявлений на отсрочку либо рассрочку платежа. Причем люди так и указывают причину потери работы либо потери дохода. Все такие заявления мы удовлетворяем, естественно, потому что если человек обратился с таким заявлением в управляющую компанию, значит, он ответственно подходит к платежам, значит, он понимает, когда и сколько он может заплатить. Поэтому, конечно, мы все это согласовываем, все это договариваемся. А это рассрочка бывает или заморозка? Вот это как составлено заявление, то есть либо просят рассрочку, либо отсрочку, то есть там до какого-то периода, например, до сентября. Мы замораживаем вот этот платеж за май, и в сентябре человек данный платеж оплачивает. А это вы такие лояльные или, в принципе, с любой управляющей компанией можно прийти, обратиться и получить одобрение на рассрочку или отсрочку платежей? Конечно, с любой управляющей компанией это возможно договориться. Но они обязаны это сделать? Конечно. Нет, решение о предоставлении рассрочки или отсрочки принимает директор управляющей компании. То есть он может принять решение не предоставлять данную рассрочку. В этом случае человек не оплачивает данный платеж, и через два месяца управляющая компания выходит в суд и в судебном порядке взыскивает вот эту вот задолженность. Но не сейчас ведь? Не сейчас, нет. Не в 2020 году? В 2020-м. А коронавирус позволяет это делать? То есть пение штрафа мы не начисляем, а в суд пойдем. А взыскивать мы все это можем. И то, что еще у нас собираемость снизилась, это еще одна из причин, это то, что юристы по взысканию задолженности не могли работать в полную силу в связи с закрытием судов. Потому что часть-то все-таки платежей, она поступает за предыдущие периоды именно по взысканию задолженности. А взыскивать задолженность нам никто не запрещал. То есть мы ее как взыскивали, так и взыскиваем. Причем пение отменили только с 1 апреля 2020 года. Все предыдущие пени, которые были до 1 апреля, они никуда не делись, их никто не списывал. А ресурсоснабжающие компании тут уже тоже озаботились падением собираемости и предлагают вот этот период, ну скажем, льготный, да, он ведь у нас сейчас до конца 2020 года, они его предлагают в мае закончить. Как думаете, это приведет к возврату платежей? То есть уберет, ну какую-то часть все равно, наверное, люди психологические-то у них есть, вот это пока не буду платить? Мне кажется, все-таки есть. Потому что тут такой ответственности, да, за то, что ты не заплатил своевременно, сейчас нет. То есть никаких штрафных санкций, никаких пений не будет. Поэтому есть, конечно, психологическая такая вещь. Ну, еще раз повторю, что пени, они несущественны вот по самой сумме платежа. То есть если ты не заплатил там 4 тысячи рублей, да, и тебе начислили 20 рублей пени, то это как бы, ну не сильно сыграет свою роль. Ну вот я, наверное, какая-то очень ответственная. Меня вот даже какие-то небольшие вот эти вот штрафные санкции пугают. Именно не размером, а своим наличием. То есть то, что я должник, мне придет какая-нибудь красная квитанция, или мне потом придется разбираться с перечислениями этих пений, там, с зачислениями, что-то такое. Это очень хорошо быть, да, дисциплинированным плательщиком. А вот на финансовом состоянии как вот сказывается вот это падение? Вы не можете выполнять какие-то работы. Вы рассчитывали на эти деньги. Что теперь? Откладывается, получается, текущий ремонт, который мы могли бы начать уже проводить в мае месяце. Крупный плановый ремонт переносится на последующие периоды. До конца лета мы, конечно же, все эти работы проведем, но, опять же, будем смотреть сейчас по июню месяцу, как у нас восстановится собираемость, не восстановится. Сейчас суды открыли, сейчас опять юристы начали работать. Призываю, конечно, все население города Кирова жилищно-коммунальные услуги оплачивать, потому что у нас все денежные средства, они используются именно на обслуживание и оказание услуг по содержанию общего имущества. Мы ни на секунду не прекращали работать, у нас не было никакой самоизоляции. Мы полностью обслуживали жилой фонд и в апреле, и в мае. Плюсом еще дополнительно у нас появились обязанности по дезинфекции подъездов. С мая месяца у нас появилась обязанность по дезинфекции придомовых территорий, то есть это скамейки, детские площадки, то есть все элементы благоустройства, какие есть на придомовых территориях. Конечно, это было не запланировано, то есть сейчас нам приходится это все перестраиваться, где-то изыскивать данные денежные средства. Поэтому мы работаем и без платежей населения, конечно, эта работа, конечно, она не прекратится, но не будет, может быть, выполняться в достаточном объеме. Платить все равно придется, это никуда не денется. Платежи у нас не отменили, и поэтому накапливать тоже нежелательно, потому что большую сумму заплатить сложнее, чем осуществлять ежемесячные платежи. Поймала сейчас на мысли себя, что часто нам кажется, что мы платим управляющей компанией, и на самом деле эти деньги нам потом возвращаются в виде той же самой дезинфекции и ремонтов. Конечно, управляющая компания существует исключительно на платежи собственников. Иных поступлений, к сожалению, у нас не из каких источников нет. Расскажите, да, про вот эту вот дезинфекцию, как вы ее проводите, как нужно ее проводить, потому что там власти рассказывают об этом. Посмотришь статистику, за полтора месяца не все 100% домов даже обработали. Вроде хотелось бы, чтобы твой дом там, ну не ежедневно ездили, то хотя бы раз в неделю там в подъезде все дезинфицировали, как-то промывали. Мы проводим обработку подъездов с дезинфицирующими средствами. Это хлорка? Это растворы водные с содержанием хлоросодержащих элементов. Причем с начала апреля, когда вот появилась такая у нас обязанность проводить дезинфекцию, мы применяли более дорогой препарат, который не пах хлоркой. И стали жаловаться жителям на квартирных домах, что мы не обрабатываем подъезды. Тут же мы перестроились, закупили, так сказать, более дешевый препарат, хлоросодержащий. И все, и жалобы прекратились. Люди чувствуют, что у них все это дезинфицируется и как бы ощущают себя более защищенными. Именно потому, что они ощущают запах хлоросодержащих препаратов. То есть у нас увеличилось количество обработок по подъездам. То есть они и раньше были? Они и раньше были, но это было, так скажем, раз в неделю. Препараты применялись тоже хлоросодержащие. У нас все уборщицы практически всегда при мытье подъездов применяли хлоросодержащие препараты. Но не такие, так скажем, сильные, как сейчас, например. Но количество увеличилось именно периодичность обработки. Плюс появилась дополнительная обработка перил, входных групп, лифтовых кабин, почтовых ящиков. То есть все элементы, которые могут являться, так скажем, переносчиками каких-то бактерий. И поэтому, конечно, затраты на это увеличились. Но они были не запланированы. К такому никто не готовился, что нам придется дополнительно заниматься такими вопросами. Сейчас, на данный момент, все налажено, все обрабатывается, все очень стабильно. Пока нареканий нет. Очень много, конечно, запросов у нас из всех инстанций практически каждую неделю. Сколько подъездов обработано. Вот как раз хотелось спросить, кто следит. Очень следят все. То есть администрация, тиреуправление, Роспотребнадзор обязательно. Еженедельные отчеты мы им посылаем. Также Роспотребнадзор нам присылает, ну вот, я так скажу, что часто, даже, можно сказать, через день, уведомления о домах, в которых обнаружены жители с подтвержденной коронавирусной инфекцией. После получения данного уведомления по адресу конкретному мы проводим еще дополнительную обработку подъездов. Причем Роспотребнадзор, видимо, в целях конфиденциальности не сообщает, в каком подъезде конкретно данного многоквартирного дома произошел такой случай. Они пишут просто адрес. Поэтому приходится обрабатывать опять еще дополнительно весь дом. Вот нет ли проблем вообще с этими вот самыми материалами, которые подходят, скажем так, для уборки? Нет, нет. И мы своевременно заранее, можно так сказать, приобрели очень много дезинфицирующих средств, перчаток, бахил, так скажем, защитных масок. То есть к началу, когда уже объявили у нас карантин, у нас достаточно был запас данных средств. А потом пошло очень много предложений из различных, так скажем, организаций, которые точно так же предлагали все эти деньги. То есть избыт искали, да? Да, ну, конечно. И поэтому дефицита не было вообще. То есть все это всегда можно было приобрести, все это было в наличии. И еще о деньгах продолжим разговаривать. Вроде бы как бы был уже закрыт список сфер, которые считаются на федеральном уровне пострадавших от коронавируса. Недавно туда включили средства массовой информации. А сфера ЖКХ, как я понимаю, все еще за пределами. Да, мы не считаемся пострадавшей отраслью. Несмотря на то, что потери со всех сторон. Мы не вошли в эти списки. Хотя мы являемся по своей деятельности непрерывно действующей организацией. То есть мы не можем приостанавливать свою деятельность никаким образом. Потому что мы обеспечиваем безопасность, качественное проживание в жилом фонде. То есть у людей всегда должна быть вода в то время, еще в апреле, тепло, свет. И устранятся все аварийные ситуации. То есть мы не можем просто так взять, закрыться на месяц. Я на удаленке. Да, и просидеть, что вот и не работать. Но мы не являемся пострадавшей отраслью. Поэтому поддержки от государства никакой мы не получили. Никакой. И возможности обратиться в связи с тем, что мы не включены в список пострадавших отраслей, у нас нет возможности никуда обратиться. А есть какие-то лоббисты? Какие-то попытки, может быть, писали письма? Попытки были, по-моему, со стороны у нас депутатов нашей Кировской городской думы. Но они ничем не увенчались. Писали письма, собирали подписи, чтобы нас тоже включить в список пострадавших отраслей. Но пока нет никаких результатов по данному вопросу. У нас единственное, под что мы, так скажем, как организация попали, это снижение страховых взносов в фонды. То есть в пенсионный, соцстрах, медстрах. То есть у нас было 30% с зарплаты. Сейчас у нас 15% с зарплаты, которая превышает минимальный размер оплаты труда. То есть тут вот это единственное, что, как говорится, нам дало какую-то экономию. Но вся эта же экономия у нас ушла на дезинфекцию подъездов, которая у нас была не запланирована совершенно, не в тарифах, нигде, не в планах работы. А есть ли понимание, какие меры, ну, из тех, которыми, может быть, пользуются другие компании, не из сферы ЖКХ, могли бы помочь экономически, там, не знаю, снизить аренду, снизить налоги, выплатить денег? Вот самый правильный вариант, по моему мнению, это было бы отменить плату за жилищно-коммунальные услуги для населения и полностью, 100% возместить ее управляющим компаниям. Все, вопросов не было бы никаких. Потому что и людям хорошо они не платят, да, и управляющим компаниям тоже они свои деньги получили. Вот. Но это, конечно, наверное, требует больших средств, и поэтому... Это даже, да, не вертолетные деньги, о которых часто говорят. Это, так скажем, и не только Вьетнам, да, это было бы и ресурсоснабжающим организациям, которые также сейчас страдают от снижения собираемости. Это также у них скажется на работе, на подготовке. А, кстати, им-то, по-моему, как раз поддержка и оказывается, ресурсоснабжающим организациям. Вот, но... Это тоже одно из недавних решений. Но мы регулярно получаем пресс-релизы, которые заканчиваются словами «Граждане, платите, потому что от этого зависят ремонт и тепло в ваших домах, и вода, и все остальное». Да, ну, мы тоже ведь должны подготовить дома к отопительному сезону в любом случае. Поэтому, в принципе, если бы и на нас распространилась каким-то образом поддержка государства, было бы очень-очень хорошо. На этом будем заканчивать. У нас сегодня в гостях была директор управляющей компании «Паритет» Анна Клепикова, представитель сферы, которая поддержки не получает, но работает, заботится в том числе теперь уже и о нашем здоровье. Спасибо. Спасибо. Полезный город